Ну, слушай, грядут выборы президента, и, собственно, возникает традиционный вопрос, а что Титов? Да, 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 собственно... Слушай, удивительно, что Титов в этот раз не выдвигается, да? Слушай, у него есть гораздо более насущные проблемы, он нашел способ решения проблемы дефицита кадров. Где, вобрал Дюсо? Вот тут, как бы я не знаю... Или в стране в целом? Ну, по крайней мере, возможно, без забра у Дюрсо тут не обошлось. Вот он говорит, что нужно использовать все имеющиеся варианты. Решать нужно серьезно, нам необходимо использовать все резервы, которые есть внутри самой Россиюшки. Да, конечно, конечно. Вот, к примеру, в России, согласно официальной статистике, более 40 миллионов пенсионеров. Давайте использовать, видимо, их. Господин Гитлова, вы их уже используете, причем настолько... Непотребном и омерзительном виде, что пенсионеры такого обращения не заслужили. Вы во все дыхательные, пихательные их используете. Вы приходите из коммунальных монополистов, ресурсов, и используете их в первую очередь. Потом пенсионеры идут в аптеку, и производители фармацевтических, значит, этих организаций, производств, используют их в свою очередь. Потом дальше они идут покупать хлеб, их там используют. И, в принципе, как и других граждан нашей страны, единственное, что власть делает на тысячу процентов, это вот используют собственных граждан, имеют собственных граждан. Поэтому, когда Титов говорит такие формулировки, конечно, я бы посчитал, что нужно быть более конкретным, более точным, потому что вот эти двусмысленные понимания граждане поймут именно так, как оно на самом деле есть. Не так, как Титов пытается это показать, а так, как оно на самом деле чувствуется и видится российскими гражданами, в первую очередь пенсионерами. Если говорить, там, ну, встать на его сторону, там, обсуждать его логику, что он имеет в виду? Что пенсионеры, они не работают, они могли бы пойти и занять вакантные должности. Слушайте, у нас две стороны, да. Первое, пенсионеры всю жизнь свою отпахали в надежде на то, что власть отблагодарит их за этот труд, за этот подвиг трудовой, да, и обеспечит им достойную старость. Власть не обеспечила достойную старость, потому что на эту зарплату, на эту пенсию нельзя достойно существовать, нельзя вообще никак существовать. Вымирать можно, возраст дожития, как наверху определили термин, будет сокращаться, да, и жизни никто не даст. Будут долги по ипотеке, кредитование пенсионеров, отдельная проблема, которая сегодня нарастает в нашей стране. Рост кредитной задолженности у людей пенсионного возраста, катастрофа просто, да, не дала достойной жизни. Так сейчас она говорит, ребята, поработать придется еще. Пенсионеры это люди, как правило, с хроническими заболеваниями, люди, которые в течение своей жизни, опять же, да, из-за переработки, из-за нервозности, из-за, там, долгов сплошных и стрессов, они смогли накопить большое количество болячек. Титову это абсолютно наплевать. Мне интересно, у него, ну, сколько ему лет? Лет 60, наверное? Ну что, ну, наверное, да. Ну, лет 60. Ну, возможно, у него, я хотел бы в это верить, живо родители. Ну что, он пойдет своих 80-летних маму с папой отправить на работу? Нет, конечно, это не для них. Когда у них родители, пенсионеры будут отдыхать, а у нас должны работать. Смотрите, как замечательно, просто великолепно. Второй момент. Когда Титов говорит о том, что у нас куча вакансий, некому работать, Титов улжет. Вот, у нас есть кому работать. Просто за 20 тысяч работы готовы не все. И здесь власть, в принципе, не собирается зарплаты своим гражданам увеличивать. У них нет необходимости, там, задуматься о увеличении МРОТа, о том, чтобы вести с бизнесом какие-то договорные или, может быть, ультимативные переговоры о том, что зарплата должна быть серьезным образом увеличена, при том, что бизнесу будут даны соответствующие резервы, соответствующие ресурсы, из которых можно будет эти средства на увеличение зарплаты получить. Через снижение коммунальных каких-то тарифов, стоимость газа, электроэнергии, бензина по справедливым ценам, снижение административного, коррупционного давления. Об этом речи не идет. Но для чего это нужно делать? Тогда же это наступит на карман кому-то из своих, у каких-то олигархов сократится кормовая база. Они говорят, мы не будем никому повышать зарплату, мы просто заставим пенсионеров работать. Смысл-то вот такой вот. Видите, это после проведения пенсионной реформы. Пенсионная реформа, которая и так заставила пенсионеров работать. Еще пять лет люди будут вынуждены пахать у своего станка, у кассового аппарата, на шиномонтажке, на предприятии или фабрики. Они будут вынуждены работать, потому что это их обязанность. У каждого пенсионера изъяли более миллиона рублей. Ну не, не миллион, хотя по сегодняшнему, сегодняшним индексированным в кавычках пенсиям надо, конечно, дело пересчитать. Но на момент принятия пенсионной реформы в 2018 году это было полтора миллиона рублей у семьи. Потому что ровно столько государство не доплатит в течение пяти лет собственным гражданам. Хотя это является их обязанностью. И сейчас выходит господин Титов и говорит, ребята, с чего вы взяли, что это конец? Это не конец, мы нашли продолжение. Мы еще будем эту тему реформировать. Мы заставим вас до последнего дня, до последней толики ваших сил выполнять те задачи, те цели, которые для нас выгодны, которые нам нужны. И переизбыток рабочей силы, когда спрос и предложение не соответствуют друг другу, приводит к чему? Приводит к снижению стоимости рабочей силы. А дефицит рабочей силы приводит к тому, что зарплаты растут. Почему? Потому что производство и предприятие, у которого вопрос жизни и смерти, наличие у себя бухгалтера, юриста, технолога, фрезеровщика, сантехника, кого угодно, любого сотрудника, любого работяга. Это приводит к тому, что они вынуждены бороться за эти кадры, увеличивая зарплаты. Но, естественно, капиталистическая система, она схитрецой. И правительство, власть, как кабинет по управлению делами этих богатеев, они, естественно, видят эту угрозу и говорят, мы никому этого счастья не дадим. Ничего вам, какие-нибудь зарплаты увеличены не будут. Мы просто завезем сюда мигрантов. Мы завозим сюда их миллионами, увеличим этот поток. И нам абсолютно наплевать, что в школах большая часть детей не будет знать русский язык вообще. Нам абсолютно наплевать на национальную преступность. На столкновение людей по каким-то, значит, социально-культурным и другим аспектам. Нам абсолютно наплевать, во что превратится Россия. Главное, вопрос выгоды, главное это прибыль.